Приветствую вас, Олеся. Ну, смотрите. Во-первых, конечно, вы задали вопрос правильно. Правда, есть ощущение, что не совсем вы уверены в себе. Задавая вопрос, вот, чувствуется такая вот у вас, чувствуется у вас сомнения, чувствуется у вас неуверенность в себе. Вот как-то я это чувствую. Вот. И, понимаете, вот вы говорите разобраться, да, помогите разобраться, был ли он. Да, но ведь это ваши ощущения. И ваши ощущения, они только ваши. И у всех они одинаковые. То есть, простите, у всех они разные ощущения, указыванные свои. И женщина испытывает оргазм по-разному, у кого как. Но вопрос в том, что вы, судя по всему, во-первых, зачем-то читаете, как другие люди испытывают оргазм. То есть, вы сравниваете себя с другими людьми, что уже как бы говорит о том, что не очень-то вы себе доверяете, не очень-то вы себя принимаете, с одной стороны. С другой стороны, вероятно, вы чувствуете некую неудовлетворенность. Раз у вас такой вопрос возникает, хотя здесь может быть и просто комплекс. То есть, понимаете, речь идет не о том, что вы не получаете оргазм. Речь идет о том, что вы не получаете оргазм так, как получают другие. И вы, оглядываясь на других, пытаетесь испытать те же эмоции, соответственно, в те же ощущения. Соответственно, в том же сексе, вы вместо того, чтобы отдаваться своим ощущениям, вы вместо этого думаете о том, как бы вам передать то, что вот вы читали. Естественно, нарушается, как бы, физиологический ход, как бы, секса. Поэтому, вот с этими моментами нужно разобраться. Дальше. Очень важно понимать для себя, а точнее чувствовать, какой у вас, какой у вас сексуальный сценарий. Есть ли он, присутствует ли он, соответствует ли мужчина ему, делаете ли вы в сексе то, что вам нравится, делает ли мужчина в сексе то, что ему нравится, насколько вы свободны, насколько мужчина свободен, доверяете ли вы своему мужчине, доверяет ли он вам, разговариваете ли вы о сексе в постели или не в постели, или нет. Понимаете? И так далее. И так далее. То есть, вот это все нужно разобрать. Зачастую, получение наслаждения мешает именно всякого рода мысли. Какие, какого рода эти мысли нужно смотреть? Но, если вы в сексе именно думаете, если вы в сексе, условно говоря, думаете о человеке, или о том, как вы выглядите, да, и не делаете того, что, например, вам хочется, то, естественно, ничего не получится в таком случае, что, на мой взгляд, вполне себе нормально. Так что, в первую очередь, это анализ ваших отношений с молодым человеком, вот, и исследование их, например, наличие подводных камней. А дальше уже смотреть, что, какие есть нюансы, какие есть аспекты, скажем так. Какие есть особенности вашего взаимодействия с мужчинами, вот. Значит, так, в отношениях нет конфликтов. Но во время секса, тогда испытываю приятные ощущения, но в завершении могу понять, испытываю вообще оргазм или нет. Ну, здесь, на мой взгляд, существует некая ошибка, потому что вы пытаетесь понять, испытывает свой оргазм или нет. А это, я бы не сказал, что это нужно понимать. Я бы сказал, что это, ну, в большей степени нужно, наверное, чувствовать. Когда вы говорите о том, что я, там, ну, понимаю или не понимаю, это, конечно, больше про, ну, про интеллектуальную окраску. Того, что вы чувствуете, что, на мой взгляд, является или может являться проблемой. Вот. Дальше. Следующее. Так. У нас есть ощущение слабости. Так. Иногда приходит в таз мышц. Но прямо, так, такой точки пика не было. Может, это есть оргазм, но я этого не понимаю. Ну, скорее всего, вы здесь, скорее всего, вы напряжены. Скорее всего. Я более чем уверен, я более чем уверен в том, что вы напряжены просто. Вот. Потому что, ну, чувствуется, чувствуется, что вы, ну, чувствуется, что вы не расслаблены. Чувствуется, что у вас, вот, присутствует напряжение. Вот. И оно такое, вот, ну, достаточно серьезное. Так что, я полагаю, здесь нужно именно смотреть, насколько вы расслаблены, да, насколько вы отдаётесь процессу. Вот. Потому что, вполне вероятно, что этого как раз не происходит, да. И, соответственно, соответственно, возникают трудности, трудности из-за этого. Так. Дальше. Значит, такое ощущение, что я улетел, как будто отсутствовала плоскость. Я вдруг сказал, не мешай, я улетел. Ну, вот, тут вот чувствуется, также отсутствие какой-то близости, да, с мужчиной. То есть, вы ему говорите, не мешай, я улетел. А тут, ну, здесь как будто вот, знаете, как будто вы, как будто вы защититься пытаетесь. Как будто вы, ну, выставляете, выставляете, выставляете границу определенную. Понимаете? Понимаете? А вот. Это, скорее, ну, это, скорее, негатив, чем победит. Понимаете? Какая штука. Вот. Так что, этот момент тоже я считаю вам нужным поисследовать. Дальше. Значит, я читал многое, что испытывают люди. Многое карачи торгадные, ты мне сбытываешь, не спутишь. Ну, вот, здесь, вопрос. К вам, собственно, зачем? Зачем? Да. Зачем вы считали про это? Да. Чего вы считали про это? А в какой цели вы считали про это? Ну, то есть, вы в чем-то начали сомневаться, вы чего-то начали опасаться, и что-то какая-то тревожность появилась. Вот. Ну, мне кажется, что отсюда, наверное, начинаешь отсюда, мне кажется. А дальше уже, я думаю, будет видно. Потому что, тут, получается, по тексту, пока, получается, что мы, мы вам должны сказать, точнее, показать эталон оргазма. Ну, это же вы сами, я надеюсь, понимаете, что это так не работает. Вот. Что-то есть. Как я сказал, у каждого своё. Вот. Каждая женщина испытывает его по-своему. Вот. И, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, это совершенно нормально. Ну, как бы, вопрос, вопрос заключается в том, вот, как, как вы относитесь, относитесь к этому. Ну, именно вы, как относитесь к этой ситуации, да, и насколько вы свободны, насколько вы раскрыты в, ну, сексе. Такая вот история, э-э-э, такой вот момент, это, я думаю, что, как, э-э-э, можно вам ответить, на вопрос, которые вы выдаёте. Вот. Я надеюсь, что это было, что это было вам полезно. Э-э-э, идеальным вариантом для вас было бы, если бы вместе со своим молодым человеком вы обратились бы на консультацию к психологу, где, э-э-э, подробно вот всё это нужно было бы, проговорить, поиследовать, возможно, выяснить какие-то, э-э, точки, точки, допустим, напряжения, точки, там, э-э, ну, точки конфликтов, э-э-э, точки, проблем, проблемные точки и прочее. Вот. То есть, обязательно, ну, обязательно на эту тему, подумайте обязательно на эту тему, вот, подумайте обязательно. И если будет такая возможность, то, э-э, обращайтесь за помощью, мы, 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 мы вам поможем. Правда всё. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, а если понравился вам мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Всего самого доброго.